Алоха любители страйкбола и топтикульщики, с вами бородатый страйкболист. За окном у меня в данный момент промозглая мерзкая осень и хочется в такое время немного лета. Именно таким кусочком лета являются гавайки от тамбовского производителя Phoenix RME. Вещь в страйкболе, конечно, это достаточно узкоприменимая, если вообще малоприменимая, за исключением каких-то тематических игр или ролевых проектов. Но, тем не менее, эта вещь однозначно заслуживающая внимания. Тем более, что многие блогеры уже обладают такой рубашечкой, ну и чем я, собственно, хуже. Я давно хотел себе гавайку, но кроме как в секонд-хендах у нас их особо найти негде. Ну а тут они производятся в соседней области. Я себе прикупил пару таких рубашек самого большого размера. При заказе учитывайте, что размерная сетка у данных рубашек своя собственная. Ну и перейдем к осмотру данных рубашек. Как я сказал ранее, рубашки я купил в двух цветах. Это Tropica и Muerte. По материалам изготовления рубашки 100% хлопок застегиваются на вот такие прикольные прозрачные пуговицы. Есть нагрудные карманы, они выполнены немного под углом для облегчения доступа к ним. Они застегиваются на велкро. На рукавах также присутствуют карманы, закрываются аналогично на велкро. В велкро здесь стоит отметить, что выполнено полосами и стандартный 65-мм патч сюда встает впритык. 10-сантиметровый либо 80-мм будет уже норм. Ну а какие-нибудь маленькие патчики можно просто вот так в ряд наклеивать, как, допустим, у меня. С внутренней стороны рубашка имеет вот такой белый цвет, за исключением того места, где у вас, собственно, установлена петля, чтобы ее куда-нибудь повесить, для усиления этой части рубашки. Ну вот, собственно, и все. Теперь немножко субъективного. Рубашка клевая, яркая, удобная, ее приятно носить. Вы сразу в толпе реально выделяетесь. На голое тело ее носить также приятно, ткань никаких неприятных ощущений не вызывает. В паре мест, конечно же, торчали нитки, но, на мой взгляд, это не особо смертельно, потому что это легко исправить. Красятся ли эти рубашки? Возможно, да. Я их потому что стираю отдельно, согласно рекомендациям производителя. После уже, наверное, трех месяцев носки и неоднократных стирах, как вы можете заметить, цвет они ни капли не потеряли. Единственное, что после стирки рубашка может усесть по ширине. Это легко исправляется. Вы перед тем, как рубашку надеть, сбрызните ее водой и, в общем-то, проблема уйдет. Несмотря на то, что ткань в рубахе достаточно себе толстая, и рубашка не такая легкая, как может показаться в ней, в плюс 30, плюс 35, как ни странно, не жарко. Я не ощутил какого-либо дискомфорта, даже находясь постоянно на улице. Руки у меня больше горели, чем сама рубашка. То есть рубашка не накаляется на солнце. Это классно. Это, на мой взгляд, офигительный вариант для летней рубашки. Но при этом ветром рубашка достаточно легко пробывается, и это надо учитывать. Ну а на этом все. С вами был Бородатый Страйкболист. Не забываем ставить колокольчик, ставить лайк, подписываться на канал и оставлять свое мнение в комментариях, нужны ли на страйкболе такие рубашки, или это исключительно гражданская вещь. Всем спасибо, всем пока!